Сегодня на еженедельном совещании у главы Чувашии обсуждали результаты проведения итогового сочинения. Второй год подряд выпускники пишут письменную работу, считающуюся допуском к единому госэкзамену. Более 6000 учеников в этом году писали сочинения или изложения. По результатам проверки 99% справились с заданием. Молодежи во все времена интересна тема любви, отметил министр образования Владимир Иванов. Поэтому многие решили поразмышлять, как человеческие отношения отражены в различных литературных произведениях. Особо одаренные ученики подошли к написанию сочинения творческим. Но есть и те, кто зачет не получил. Возможность пересадачи 3 февраля и 4 мая существует. Как считаете пределы допустимых погрешностей? Для нас он слишком хороший даже в какой-то степени, потому что мы считаем, что наши результаты находятся под пресным вниманием Министерства образования России. И поэтому ЕГЭ, соответственно, по итогам сочинения, к нам, соответственно, будет пристанно внимание, чтобы мы его грамотно провели, во-первых, объективно. В 2016 году итоговая аттестация в 11 классах будет проходить с некоторыми изменениями. Из заданий ЕГЭ по истории, обществознанию, географии и информатике будет исключена тестовая часть. Несены изменения в порядок проведения аттестации в 9 классах. Выпускникам необходимо обязательно сдавать 4 предмета. Русский язык, математику, а также 2 предмета по выбору самих учеников. В 2016 году ужесточаются требования по безопасности и прозрачности процедуры проведения экзаменов. Но, судя по итогам этого года, школьников это не смущает. Они показывают хорошие результаты, побеждают на Олимпиадах разного уровня, в том числе и всероссийских.